Всем привет-привет! С вами Флэшка и это Женские Игры. И в прошлой серии... Да, и мы продолжаем геройничать на просторах Теллары. И в прошлой серии мы узнали, что какие-то негодники... Во-первых, болотников здесь заразили, отвернули от Веры. Еще и в воду какой-то фигни понапихали. И лиственников. Видите, они искаженные шаркуны. Надо их изучить, дабы понять, что с ними произошло. Да, а я пока что соберу несколько артефактов. Итак, нам надо нырять, собрать вот эти устройства, которые... Солнышко встает. Встает или садится? Очень красиво. Нам надо собрать вот эти устройства, которые находятся под водой. И изучить их. Сколько нам их надо? Немного. Но сначала давайте разберемся с этими шаркунами. Я их люблю, потому что что? Потому что с них добывается кожа. А кожа это наше все. Так, что это за искаженная планарная канистра? Прям планар они в канистрах носят. Ребята, в ведрах. Магия в ведрах. Нет, просто... Верх магического мастерства. Магия в ведрах. Дайте мне пол ведра. Магии смерти. Что это? Это еще одна канистра. И она источает слуху. О, а там артефактики есть. И артефакты это всегда хорошо. Да, и не надо забывать про дыхание. Потому что с последним обновлением я уже так привыкла к тому, что под водой я дышу без проблем, что с этим персонажем я часто об этом забываю. А так и утонуть недалеко. Сейчас мы соберем эту канистру и вынырнем немножко подышать. Здесь эти шеркуны кругом. Ну, выпрыгиваем. Дышалось, поплыли дальше. Так. О, как видите, как в водорослях запрятался артефактик. Отличная маскировка, дружище. Я бы не сразу тебя нашла. Но все-таки чуйка какая-то у меня есть. Я не исключаю, что множество артефактов я тупо пропускаю, но, как видите, много и нахожу. Что не может меня не радовать. Надеюсь, что в этой серии мы уже полностью разберемся с этим озером и зачистим его от всяческих вот таких вот штукенций. Все, можно выбираться уже наружу. Остальных шеркунов можно уже на суше добить, дабы не рисковать лишний раз с утоплением. И кажется... Еще бы неплохо было инвентарь почистить. О, мы даже не на сушу выбрались. О, привет! Мы на остров вылезли, и здесь болотники беснуются, прям сказать. О, мари! Ресурсы кида... Ой, там артефакт. Все, я не могу пройти мимо, ребят. Просто не могу пройти мимо. Здесь руда и артефакт на верхушке вот этого камня. Отлично. Есть. А теперь можно смываться. Смываться вон в ту сторону, и сейчас болотников доберем. Еще один артефакт. Да вы прям меня отпускать не хотите отсюда. А, болотника я согрела. Но ничего. Сейчас мы ему наваляем. И все. Все, с болотниками мы закончили. Артефактик. И давайте попытаемся как-то аккуратненько выбраться на бережочек. Я кажется, прямо к болотникам или... А, уйди. Уйди, противный. Ресурсы, конечно же, соберем. Видите, у нас уже практически 39 уровень. Уровни идут просто несказанно быстро. Просто несказанно быстро. И да, чтобы прокачаться до максимального уровня, вам не обязательно делать все задания. Если вы, например, ходите в компании с друзьями там рифты закрывать, то в результате достаточно будет просто пройтись по сюжетке. И вообще можно не идти по сюжетке, а просто качаться. Но это уже кому что нравится. Это на любителя, вы понимаете, что кто-то любит задания, кто-то любит по пвпшиться, кто-то любит в данжах позависать. Это все очень индивидуально. И главное, что игра дает возможность всем людям найти что-то, что им нравится. То есть любишь хомячить, иди собирай артефакты и ресурсы. Любишь пвп, иди на аренку. Никто тебя не держит. От этих устройств исходит повелевающая разумом магия смерти. Но в технологии отчетливо прослеживаются знаки глубины. Глубины известны своими экспериментами с магией воды. С чего бы им вдруг якшаться с магией смерти? Похоже, что они замыслили что-то недоброе в высокого горя. Вы помните эти глубины, которые в предыдущей локации пытались освободить вот этого ледяного дракона. Они как бы с магией воды больше, но почему-то здесь и еще с Креклусу. Объединив результаты наших исследований, мы с Бастионом вычислили источник скверны. Это сильная сущность смерти, заразившая беседку Кирны. Я прошу вас очистить тамтошний алтарь и изгнать злобную сущность. Когда вы покончите с этим заданием, расскажите об этом брату Иеве. Он очень интересуется этим делом. Хорошо, убит ли творное присутствие? Отлично. Что случилось с образцами? Ну и смрад. Я, конечно, не думал, что существа, живущие с болотниками, могут приятно пахнуть. Но это зловоние просто невообразимо. Надо сжечь эти листья, пока из-за них не провонялся весь город. А исследовать их там, я не знаю. Понять, почему они себя так ведут, не надо. Просто сжечь и все. Сжечь ведьму. Ну, в общем, как скажешь. И нам надо... А, нам на островок надо. Я почему-то думала, что беседка это здесь. А нам все-таки надо на островок. Сейчас попытаемся как-то оббежать, чтобы поменьше агрить всяких. Вот этих существ. Посмотрим, что у нас получится. Я не знаю, насколько нежно мне получится пройти туда. У них так глаза светятся, как артефакты. Что ж вы меня в обман-то вводите? Короче, плывем. Э-э-э, это уже много. Это уже много, ребята. Нет. Нет. Станьте. Хышь. Хышь. Вонючки. Скользкие. У меня сейчас после вас хп-шки не останется с чем-то покрупнее бороться. Да. Покусали они меня. Давайте чуть-чуть попьем. Я понимаю, что это еда купленная. А, нет. 300 уровень. Еще нормальная еда. Вообще до 50-го можно ее кушать. Ну, ладно. Давайте потрогаем здесь ниже на алтарь. Что здесь вылезет, то и убьем. Э-э-э, где? Что? А! Блин, я прям-таки испугалась. Что у нас тут есть? У нас тлетворное присутствие и какой-то разлагающийся фанатик. А, фанатик сам просто исчез. А, отлично, умер он так эпичненько. Давайте пойдем очистить. Да отстаньте вы от меня. Что же вы меня все бьете? Я тут мир спасаю, а вы меня все бьете. Не хочу я с вами биться сейчас. Я хочу просто добраться до города. Целой и неурядимой. Желательно. Да, щиты спас... Щиты решают. Поехали. Знаете, после того, как я играла за Рогу, у Мага, мне кажется, что очень мало умений. Вот. Вот такое чувство. Ну, может, потому что я еще мало играю за Мага. Посмотрим. Так. Эй, брат Иева. Иевья. Иевья. Надеюсь, я правильно читаю. Так значит, в алтарь беседки Кирны вселился сильный водный демон, готов поспорить на что угодно, что его призвали глубинные, возжелавшие с его помощью исказить и починить себе феи этого края. Но вот только зачем? Если мы это не поймем, то вряд ли сможем обуздать волну скверно, нахлыбнушую на наши берега. Как зачем? Просто что жезлы мы не носим. Спасибо, конечно. И у нас новая пачка заданий. Недалеко от заводей лунной тени три алтаря, освещенные самим Баральтом, подверглись осквернению глубинными. Если это связано с исчезновением наших людей, нужно положить этому конец. Очистите алтари от любого найденного зла. Затем возвращайтесь ко мне. Хорошо. Заметано. Все четко. Ясно. Когда-то я навещал заводи лунной тени, чтобы услышать там волю демиурков. Но сейчас я не рискую даже близко подходить. Ночами там раздаются леденящие душу крики. И из воды поднимаются водные чудовища. Если вы соберете сущность этих элементалей, возможно, я бы смог узнать, откуда они взялись. Хорошо. Я так понимаю, нас уже отправляют именно в то место, куда я в первое начале пыталась пойти. Пошли посмотрим, что там происходит. Заодно уровень поднимем. Значит, нам надо очистить алтари и убить немножко водных элементалей. Отлично. Печалит только одно, что здесь нету, ребятки, карнажиков. Я бы очень хотела карнажки. Что уж поделать. Вот, собственно, алтарь. Здесь еще и нежить. Смотрите. Нежить здесь блуждает. То есть, эта локация у нас такая смесь магии смерти с магией воды. Вот такой микс непонятный. Все, отлично. Надо расчистить себе путь к этому алтарю. Потому что их что-то здесь слишком много. А еще это отличное место для поиска артефактов, ребятки. Не знаю, повезет ли нам сейчас на камеру. Но, в принципе, здесь очень много в этих озерах спавнится артефактов. Вот. Практически пробрались. Отлично. Они еще здесь жертвы приносят. То есть, они на священных алтарях жертвы приносят. Отлично просто. Вообще фонарели. Есть. Этот алтарь очищен. Меня кто-то бьет? Нет? Это просто дотка на мне висела. А тебя мы убьем тупо за цветочек. Умри. Мой цветочек. Следующий алтарь с той стороны, как мы видим. Попытаемся как-то малой крови туда добраться. Мне показалось, или труп шевелился? Сейчас мы тебя убьем, и от этой стороны пойдем. Вот. Где-то там алтарчик наш. Умри. Ну вот-вот. Еще несколько буквально монстров, и мы поднимем уровень. Я большой скилл профухала. К сожалению. Давайте, давайте пока откат. Нет. 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 Есть. Успела. Успела его заюзать. Не хотела использовать тап, потому что, скорее всего, тап бы мне выбрал кого-то из водных элементалей вдали. Вуаля! У нас есть уровень. Это у нас 39-й. Два очка душ. И у нас есть новое умение. Осыгать ветер. Увеличивать скорость передвижения на 50% на 10 секунд. Снимает все эффекты контроля. Давайте сюда его поставим. Будем время от времени использовать. Это хорошее, наверное, умение для ПВП. Или для сбежать. Тоже хорошо. И еще бы я хотела узнать, где же наш последний алтарчик находится. Вот в той стороне. Последний в той стороне. Ну, значит, тогда надо сейчас плотненько заняться элементалями. И потом уже отправляться к последнему алтарю. Потому что в той стороне точно элементалей нет. Элементали у нас на воде водятся здесь. На воде водятся. Мастер логики. Да, и что-то огнем водные элементали сложновато бить. Вообще все здесь... Надо посох мобинять. Тут верняк. Какой у нас посох? У нас посох, кажется, неважнецкий. Неважнецкий, ребят, посох. Здесь же уровень не указан. Надо поменять посох. Просто ничего достойного еще не попадалось. Постоянно предлагают мне какие-то непонятные мечи с очень маленьким интеллектом, например. Или там жезлы. Я не очень люблю жезлы. Я приверженка того, что маг ходит с постом. Мне нравится. Иногда бывают игры, где это вообще неэффективно. Да, тогда приходится идти на ухищрение. Это что мне вспомнилось. Когда играла в линейку. Если кто играл в линейку, то знает, что для мага там с самым мощным оружием бэкгрейда Валхала. Это меч. Кажется, если меня не подводит память. И я тогда ходила с посохом. С посохом демоническим, кажется. И он был очень красивый. И я всегда говорила, нет, нет, я никогда не возьму в руки меч. Потому что маг должен ходить с посохом. Но потом, когда меня начали очень жестоко убивать. Да, я изменила своим принципом. И взяла все-таки Валхалу в руки. Тем более мне ее подарили. Вот так вот. Вот такие вот дела, ребятки. Но если в играх есть выбор. И вы не сильно страдаете в плане урона. То я все-таки придерживаюсь того, что маг ходит с посохом. Мне это визуально приятно. Мне это как-то целостно по лору выходит. И это меня удовлетворяет. Отлично, мы с вами очистили все алтари. И можно возвращаться уже в город. И отчитаться за проделанную нами работу. Мне очень нравится вот эта лошадь. Очень нравится. Я уже, кажется, говорила, что пора бы сменить маунта на какого-то более быстрого. Но, блин, она мне визуально нравится. И я не хочу с ней расставаться. Посмотрите-ка, какая она красивая. Конечно, мне еще одна лошадь нравится. Из магазина игрового. Она такая, как звездное небо в броне. Очень красивая лошадь. Но не знаю. Не знаю. Я еще сомневаюсь в этом плане. Итак, эти сущности воды, они пропитаны магией смерти. Акилиос, язычницкий бог-дракон, дарует владение магией воды своим последователям культа глубины. Но все же им как-то удалось заразить пруды магии смерти, создав водных чудовищ, с коим вы так доблестно сражались. Да, что-то непонятное там творится, ребята. Что наших людей превращают в безмозглую нежить при помощи магии смерти? Как глубинные только смеют это делать? И эксперименты с магией смерти погубят нас всех. Да, согласна. Совершенно согласна. Если глубинные овладеют разумом наших сильнейших хранителей, то весь наш совет погрязнет в скверне. Их недавние выходки теперь выглядят более осмысленно. Я получил послание от демюргов. Они наделили очищающий жезл способностью выявлять предателей. О, нам надо убить нечестивых членов совет. Давайте, я люблю такие задания, нам надо найти. Давайте, вот советец. Привет. Давай, я на тебя использую. Выжигание. Нет? Прекратите. За что вы мучаете меня? Тылвар об этом узнает. Тра-ля-ля. Советник. Тебя. Ты какой-то подозрительный. Прекратите. Наверное, все одно и то же. Надо быть в трех ключах. А, трактирщица. Трактирщица. А нам надо членов совета проверять. Ай, вы не на того свои усилия направлять. А на кого мне направлять свои усилия? Все на одно лицо для меня. А, вот. Нашла. Нашла. Предателя, ребят. Ловить его. Вот так тебе. А ты? Ты тут рядом с ним тусила. Может, ты тоже того? А, ты тоже. Видите? А почему я тебя убить не могу? Что-то мне мешало. В зоне видимости находилась. Ну, умри. Сгори в праведном огне. Кстати, вот для таких... Для таких заданий, как бы... Маг огня очень кстати. Потому что я всякую нечисть сжигаю. Вот еще один. Смотрите, здесь куда ни плюнь. Эти. Нежити. А пошли к главному. Посмотрим, кто там вокруг него тусит. Привет. Медведь. Ты хороший. Эй, больно же. Остынь. Как он меня назвал? Вы... Вы ты... Вот же ж, блин. Давайте советника бака проверим. А! А я говорила, что чем ближе к руководителю, тем больше всякой заразы. Но вот на тебя я пожалуюсь. Я просто делала свою работу. А ты меня тут обзываешь. А тебя можно, а тебе нельзя? Давайте еще кого-то внизу там поищем. Оу. Мне кажется, ноги сломала. Внизу кого-то поищем, потому что в самом здании мэрии мы уже всех перетрогали. Вот. Давайте этого советника. Он такой статный, с бородой. А в оси его обратили. И да, я не ошиблась. Да здесь каждый второй обращенный. Оставьте мне этот посох навсегда. Я здесь быстренько порядок наведу. Ну, пойдем, отчитаемся за проделанную нами работу. Мне жаль, что души праведных хранителей были потеряны из-за безумия глубинных. Но мы должны двигаться вперед. Теперь, когда три ключа очищены, культ глубинных и их смертоносные ритуалы нужно изгнать из заводей лудной тени. И мечом, который опустится на их голове, станете именно вы. Конечно, конечно же, нет, я же спасу мир. И так далее. Давайте сюжетное задание. Глубинные почитают дракона воды, Акилиуса. Но для контроля над людьми трех ключей они используют магию смерти. Это очень подострительно. Но сейчас главное совладать с угрозой. Верховную жрицу глубинных зовут Лаймойрой. Убейте ее и ее последователи, чтобы они не смогли больше захватывать наших братьев. Хорошо? И глубинные не обрекут этих людей на вечную муку. Тела несчастных уже не спасти, но мы все еще можем освободить их души, направив их в божественному свету демиургов. Я увеличил силу очищающего жезла. Освободите бродячих мертвецов с его помощью. Хорошо. И у нас еще одно задание есть. С чего вдруг культ глубинных увлекся магией смерти? Неудивительно, что обитатели этого края так сильно ей заражены. Нам нужно избавиться от эскверны. Освободите завиди лунной тени от тел жертв глубинных, чтобы очистить эти священные воды. Хорошо, хорошо. Мы все это сделаем, ребят. Но, наверное, уже в следующей серии. Потому что на сегодня мы проделали огромный кусок работы. Так что спасибо, что были со мной в этих, надеюсь, увлекательных приключениях. С вами была Флешка. И всем пока-пока!